сегодня у нас 20 октября прошел маленький дождик ну и оказалось тут буря была какая-то сломали деревья тут этих волны все это голубя молодя открывает уходит помойцы он там видно деревья которые обломаны ветром здоровая крепкие такие сучки крышу погнули а вчера смотрю в по на крыше тут жесть листья лежат вот на этой крыше возиться же здраво прикрытые такие же стены вот эти а туда вон были улетели и наверно это у нас шлаколитая стена вот тут скворечник это для голубей крестовина я попросил володю слазить жесть оттуда скинуть и надо хорошо прижать все она вот тебе лежит она ничем не прижатая и поэтому ее ветром захватила и вон на крышу забросила я видел как шел и огромная крыша была я всю завернула она жесть и завернула и вырвала и бросила сил это страшно я не полез туда специально тут поскользнусь то боюсь она такая крыша то потихоньку начать размокла может сломаться на все стороны посмотреть к соседям не и забросила ли сначала посмотри там по краешку пройди наклонись туда посмотри может рядом упала со стеной значит нет еще спокойно вот у нас в лагере был лозунг всегда вкусно его нам забросила прям во двор нету дальше не ветер не стал соседям наши листы забрасывать аресты то со старой крыши не такие уж и хорошие потихонечку лишь бы не проломить шифер то размок ты можешь по листу проходить потом пройти опять лист передвинуть утро ранее еще вот так ну и все теперь только надо чем-то заранее придавить дрова то закрыта это хорошо конечно вот в городе осещал как мы в городе находимся но частный дом то частный тут всегда найдется работа это вот дрова у нас тут на зиму маленько подсунуть или как я не знаю как вот тут есть чем придавить вот сюда вот тоже рядом ту целая поленец а с нее течет вот тут поленок стала на ребро все тут еще потери а а а а а а а ладно там подсунем все на уровне так вот эту подсунь вот сюда положи ее просто или как не знаю даже как и вон ту палку не палка это как брус или доску положить нет еще тут наверно не было так и все на этом а это не как вот эту вот может взять он лежит он сколько накидала там и как завернула то там ничего на ней не лежала сверху поэтому ее так легко и скинула там же если какие-то бревна прямо заложить это не на один день один эту сторону посмотрю а важно ли это что показывать и говорят ну как определить важно не важно мы показываем что человеку положено трудиться и в частном доме всегда найдется работа вот толстая доска лежит с этой стороны лежит там достал доска толстая тяжелая вот так пошел было володя до становился хорошо сейчас сделать а дальше дождь пойдет при дожде еще хуже взят вот эту вот возьми одна толстая лежит все сверху то вот вот повыше суда во я вчера положил да она лежала тому у дверей она тут не нужно хорошо их придавить так ну и на той стороне там тоже можно взять толстые щурки положить ну это улетит сразу это я тут не придавить еще нельзя просто опаление сгорит ну используемые и тогда не нужны будут здесь все иди с богом ну давайте помолимся сразу давай три поклона выхода на улицу боже милостью будь мне грешному создав меня господи помилуй меня бесчиславие согрешил господи прости меня грешный помилуй и благослови и сохрани от несчастного случая от всего что не славит тебя твоя святая воля да исполнится над нами аллилуйя аминь смотри еще толком не расцветало а голуби уже вылазит они рано ложатся рано встают туманит когда приближаешь туманное такое все однако поклон передавай всем еще то там дверь это не закрыл специально или еще сарай если не специально то можно закрыть палочкой приток давай иди поклон передавай всем я помню всем Играет музыка. Соседа говорит, монастырь отправили. А строит это у него младший брат, у Андрея. Не знаю, какая удивительная новость. Андрея в монастырь отправили, хозяина, который считается виновником пожара здесь. А кто его знает, кто поджег.